Этот проект я назвал «Новая космическая Одиссея». Пока ещё не доделано, здесь должны быть астронавты на этих, так сказать, лианах. Итак, в гостях у передачи «И ты тоже снимаешь кино» Павел Реминов, который утверждает, что он новый кубик. Итак, Павел, чем вы можете доказать сие утверждение? Ну, это не моё дело, доказывать что-то. По делу режиссёра, снимать фильмы, хотя вот, конечно, про ли я их ещё не снял, и пока рано говорить. Но я вот думаю, что стилистически это будет близко. Но это трудно объяснить словами, понимаете. Вот у меня здесь собраны все, так сказать, издания фильмов Стэнли Кубрика, а также это коллекция картин, в которых так или иначе использованы были приёмы. Из фильмов Стэнли Кубрика, его находки, даже Эйнштейн использовал. И получается, что какой бы я фильм ни снял, это будет продолжение поиска Стэнли Кубрика. Я сейчас работаю над... Мне сказали, что вы верите даже в то, что вы являетесь, собственно, реинкарнацией Стэнли Кубрика. Или всё же речь идёт о, скорее, духовном... И в целом, кинематограф Кубрика, он развивается с позиции атеизма. И вот ряд картин, снятых, так сказать, от подозрения Стэнли Кубрика, мистическим, безусловно, образом, многие пока смеются, но не понимают этой теории, он влиял ещё до своего рождения. Это был мастер. А факты вашей личной биографии как-то говорят о сходстве вашей жизни с жизнью Стэнли Кубрика? Однажды как-то у меня потерялась моя электробритва. Я подумал, может, это к лучшему. И накопление какой-то энергии, сосредоточения на своём видении, замысле в Кубрике доходило до того, что до такого же, как бы так сказать, предела, что он выращивал бороду. Вот это моё исследование отдельная была посвящена тому, как Стивен Спилберг, там-то, отметайте назад, использовал находки Кубрика для своего фильма «Иди инопланетяне». Да, и воспользовавшись вот этим образом контакта с мальчика, с необычным существом, другом, по сути, создал свой успешный «Блокбастер», используя идею Кубрика, всего лишь одну идею из его фильма. И вы можете себе представить, что говорить уже о том, что если бы присмотреться к фильму «Сияние» и увидеть, как другие идеи были использованы другими режиссёрами. И до такого это уже дошло к безобразию, что к тому моменту, как появился действительно молодой режиссёр, способный, так сказать, выразить и развить идеи мастера, то идеи этих уже не осталось. А расскажите о ваших замыслах. Как ваши замыслы сочетаются с тем, что вы верите в то, что вы русский Стэнли Кубрик? И, кроме того, интересно узнать, когда вы начали в это верить? Стэнли Кубрик как-то сказал, что всё, что можно сказать словами, то и можно снять. И я вот думаю, что в принципе тогда получается, что всё, что мы можем представить, и есть то, что есть. И таким образом меня как-то осенило, и я почувствовал почувствовал вот эту свою роль. Место на земле. И сейчас вот американцы снимают ремейк фильма Стэнли Кубрика и я подал заявку. А знакомы ли вы с другими Стэнли Кубриками? Ну, вот мы, например, слышали о существовании тайского Стэнли Кубрика, который сейчас снимает свой дебютный фильм в Таиланде, и шведского. Я даже слышал, что есть некий сайт Стэнли Кубриков, где они обмениваются идеями. Понимаете, Стэнли Кубрик же ведь загадочный был человек, и у него мы же спросить не можем, но как-то между собой соревнуемся, и когда снимем свои картины, пусть Кубрик рассудит, кто из нас Кубрик, и даст свой знак. предположительно это произойдет предположительно это произойдет на автостоянке. я бы так сказал. Вот. Я подал заявку на этот ремейк. А ремейк какого фильма? Я не уточнил. А Стэнли Кубрик был известен тем, что зарабатывал игрой, какое-то время, зарабатывал на игре, игрой в шахматы. Вашей биографии будет подобная ситуация? И я доходил в секцию тоже и использовал, так получилось, любимую защиту Кубрика, защиту Карака. И я выступал не очень хорошо. Может быть, просто я ее неправильно использовал. А вы можете вот сейчас... Вы понимаете, ведь то, что вы говорите, очень интересно, но не все наши телезрители могут в это поверить. Да, поэтому могли бы вы вот, могли бы вы вот, скажем так, прямо сейчас каким-то образом доказать то, что вы... все то, о чем вы говорили. То есть вот... Когда монтируешь фильм, не торопись перебиваться на реакцию. дай актеру говорить свою реплику как можно дольше. Разве я мог бы это знать, если бы не обладал проницательностью и пониманием природы кино, как Стэн Ду Кубри? не говоря уже, это мог бы ли я снять тот фильм, который я сниму. Фильм такого качества, такого уровня, который вот я сниму, если бы я не был Стэн Ду Кубри, по-моему, это ведь... ну, очевидно, это несложно понять. Вижу же сейчас зрителей, но я же верю, что они смотрят телевизор. Это сила веры. Мы разучились верить и об этом. вот эпизод скотину с обезьянами во вступлении Барри Линда в Кубри. А вы могли бы рассказать о каком-нибудь замысле, который был бы достоин Стэн Ду Кубрика? Ну, естественно, в вашем замысле, ведь наверняка они уже есть. Продолжение следует...